Можно ли при помощи блоков поднять груз массой 300 кг, предлагая силу 490 Н? Как это сделать? Известно, что груз имеем массу 300 кг и поднять силу F равно 490 Н. Как это сделать? Давайте определим, какой вес будет иметь этот груз силы. Мы знаем в Н, а тут и килограмма. Так, P будет равно M умножить на G. Мы получаем 300 кг, умножим на 9,8 м за секунду в квадрате, получаем 2940 кг на метр на секунду в квадрате, получаем 2940 Н. Вес равен 2940 Н, а сила равна всего 490 Н. Давайте посмотрим соотношение этих сил. P делить на F – 2940 Н, делим на 490 Н. Ньютоны сократились. Ну, где-то в 6 раз мы должны увеличить силу, которая будет поднимать. И у нас только есть сила 490 Н. Из известных блоков давайте рассмотрим все последования. Вот у нас неподвижный блок. Можем ли мы этой силой поднять? С одной стороны силы, если P равно 2900 Н, и, естественно, поднять силы F равно 490 Н. Конечно, не можем. Следующий вариант. Рассмотрим неподвижный блок. Неподвижный блок. Здесь сила действует 2940 Н, а здесь будет сила действовать 490 Н. Мы хотим поднять, но в данном случае вот эти силы T будут равно половине. Уже легче, но недостаточно. Поэтому давайте будем смотреть дальше. Нам нужно иметь таких в системе 3 подвижных блока, которые разделят этот вес на 6 раз. Тогда можем как-то поднять. Давайте разберемся, как это можно сделать. Вот один подвижный блок будет, второй подвижный блок, здесь будет неподвижный блок, потом второй раз будет подвижный блок, еще один неподвижный блок, и третий подвижный блок, это неподвижный блок. Вот эти все подвижные блоки нужно соединить одной шпилькой для того, чтобы сюда подвесить груз Ним-П. И тогда каждая из вот этих нитей, которые будут работать в этой системе, будет равна П делить на 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этих нитей раздаст возможность разделить эту часть на шесть раз. Но если не хватит, можно еще один добавить. Тогда вот так и тут неподвижный блок. Тогда у нас получается вот такая система, которая делит весь этот вес, который у нас есть. Делим на сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на восемь раз. Если П разделить на восемь, это же явно будет меньше, чем 490 ньютонов. Вот такой системой можно поднять этот вес. И подобное устройство, которое мы только что нарисовали здесь, я уже указывал в предыдущей задаче, называется полиспад. Когда неподвижные блоки цепляются в одно место, неподвижные блоки тоже определяются через одну ось, но зато дает возможность разделить эту груз на столько напряжений каната или троса, которые образуются в этой системе. Каждая из них будет давать какую-то силу трения, но в любом случае она будет не настолько большая для того, чтобы нельзя было поднять вот эту лозу. Продолжение следует...